Шесть президентов и другие активисты школьного самоуправления встретились с руководством города и района. Сейчас в каждой школе есть свой президент, свой парламент. Президентов избирает вся ученическая братья. Парламент заседает, в парламенте есть свои фракции, свои комиссии. Мы решили создать городской центр школьного самоуправления, который двинул молодежные вопросы и наблюдал интересы различного молодежи. После того, как они создались, возникла идея. Ребята пришли ко мне, что мы хотим встретиться с руководством города и района и задать ему несколько вопросов, и предложить свою помощь в реализации молодежной политики у нас в городе. Это первая встреча. Первая встреча, вот такая встреча руководства района и города. Никогда такой встречи не было, чтобы не встретились молодежи и послушали молодежи. Городской голова Игорь Плехов, председатель Ренийского райсовета Олег Зуев и глава райгосадминистрации Сергей Белюк откликнулись на инициативу молодежи и приняли участие в работе круглого стола на тему «Рени строить молодым». За свободу, за светлое будущее надо бороться с детства, с пионерских отрядов. Вы сами творцы своего будущего. Вот вы как сами определяетесь, потому что оно называется самоуправление. И не стесняйтесь своими предложениями напрямую обращаться в администрацию, в райсовет, в горсовет. Не стесняйтесь, заходите. Вы такие же граждане, как и все остальные. Не бойтесь доказывать свое мнение, что, знаете, мнение бывает где-то ошибочное, где-то правильное, но в споре всегда порождается истинно. Так что вы не бойтесь, не замыкайте себя. Знаете, как человек может себе замкнуться, и ему ничего не нравится, везде все плохо. Да, сегодня плохо, завтра будет лучше. Но надо бороться. Знаете, как вижу цель, не вижу преград. Вы молодые, вам свойственно где-то ошибаться, но вы должны бороться. На встрече школьные активисты подняли целый ряд молодежных проблем. Что меня сейчас волнует и что я хочу предложить? Первое, на протяжении этого семестра я лично от своей школы говорю, что у нас перестало быть регулярное питание. У меня такой вопрос. Есть ли у вас какие-то планы на будущее по ходу нашего развития, нашей организации? Внедрение нас в молодежную политическую жизнь города. То есть это и участие иногда в ваших заседаниях, то есть чтобы мы тоже, хоть маленькое, но имели участие в жизни города. В ходе встречи были подняты вопросы развития в нашем городе спорта, для чего, по мнению президента первой школы, крайне необходимо задействовать спорткомплекс «Подник». Также стоял вопрос об организации в городе дискотеки для молодежи школьного возраста. Каждая школа разработала, чтобы отдельно какой-то проект. Что вам интересно, каждый как школа. Допустим, чтобы мы понимали, что вам интересно, соберем на шесть школ. Мы вот эти шесть проектов, чтобы мы, допустим, шесть проектов от каждой школы понимали, что мы как бы разработаем, проработаем, посмотрим. И совместно уже что-то сделаем. Начальник отдела образования сообщил, что школьные дискотеки можно проводить в самих школах, как это практиковалось раньше. Для этого школьные президенты и их парламенты должны принять соответствующие решения, а райотдел образования инициативу поддержит.